Сегодня мажорисмены наконец одобрили поправки в законопроект о государственных закупках. Всего внесено порядка 300 изменений. Депутаты считают, что вся система госзакупок от нововведений только выиграет. Мой коллега Дмитрий Крюкович сейчас работает в аналитической студии. Дмитрий, какие главные новшества закреплены законом? Да, Вера, добрый вечер. Впервые за долгое время существования изменения в процедуру государственных закупок решились внести лишь после того, как на нее обратил внимание Нурсултан Назарбаев. Он предложил трансформировать этот документ под государственные программы. Пять институциональных реформ и сто конкретных шагов. В первую очередь поправки должны упростить жизнь для малого и среднего бизнеса, убрать промежуточные бюрократические извения, ну и, конечно, сделать оформление документации абсолютно прозрачным. Не секрет, что раньше большинство тендеров проводились по накатанной и удобной далеко не для всех участников схеме. Крупные контракты выигрывали аффилированные компании, других же оставались, как говорится, у разбитого корыта. Так вот, теперь одобренный мажористом парламента законопроект должен положить конец такой несправедливости. В общей сложности в него предполагалось внести почти 800 поправок, но депутаты в итоге одобрили только 300. По их мнению, самых важных. И все они должны стимулировать развитие малого и среднего бизнеса в стране. Все новеллы, которые сегодня в законопроекте заложены, как то и электронные формы, и возможности по оспариванию договоров, и дополнительные возможности по предварительному обсуждению предпринимательским сообществом конкурсной документации, это все сделано для того, чтобы обеспечить максимальный доступ. Нововведения, которые должны существенно улучшить процедуру проведения госзакупок, известны. Тайны из этого никто не делает, но я остановлюсь подробнее на самых важных. Документ оборот по тендерам будет переведен в электронный формат уже с нового года. Это договоры, акты выполненных работ и даже накладные. Делается это опять же для прозрачности процесса. Ну а случайные юридические лица до конкурсов допускаться не будут. Фирмы-однодневки, не имеющие ни опыта, ни материальной базы, отсеются еще на предварительном этапе. Ну и наконец, самый важный момент, которого до этого не было в действующем законе. Это создание электронного реестра компаний с подмоченной репутацией. В черный список войдут те, кто был замешан на махинациях в сфере госзакупок. Таким образом, до тендеров будут допускаться только самые достойные и добросовестные поставщики услуг. Дмитрий, а что касается других законов, были ли приняты еще какие-то интересные поправки? Да, Вера, мажористмены намерены ужесточить наказание за беспорядки во время спортивных и культурно-массовых мероприятий. Теперь уже официально запрещено проносить на концерты и соревнования все виды спиртных напитков. Поправки также запрещают бросать опасные предметы на сцены, арены и подмостки. Но особо буйных зрителей и болельщиков накажут по новому закону административным взысканием и солидным штрафом. Вера. Спасибо, Дмитрий. На прямой связи со студией из аналитического центра был Дмитрий Крюкович. Продолжение следует...